В эфире телеканала ННТ новости Дагестана. В студии Факира Рамазанова. Здравствуйте и в начале короткий анонс. Ловля ценных пород рыбы запрещена, но браконьеров это не останавливает. Об очередном рейде пограничников посмотрите в начале выпуска. Представлены в количестве раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Девять душ потрошенных. Локализовали за 30 минут. Спасатели МЧС оперативно потушили пожар в одном из столичных кафе. Праздник урожая и изобилие. В Гумпетовском районе прошел фестиваль «Золотая осень». Дагестан хорошо развивается, хорошими темпами области сельскохозяйства. И особый вклад мы видим и гумпетовцев в это дело. Есть племенные хозяйства, есть очень хорошие овцеводы, которые всегда занимают призовые места во всех выставках. Школа дагестанского дзюдо в действии. Махачкалинец Гамзадзе Ирбеков второй раз стал чемпионом России. Бросок через цепь. Или нет? Давай, еее! Итак, день рождения! День рождения! Гамзадзе Ирбеков передней подножкой сделался. Очень хорошую атаку, уверенную атаку. Я держал победу. Да. Пограничники задержали с поличным браконьеров в районе населенного пункта Старотеречное Кезиарского района. В результате осмотра транспортного средства в багажнике автомобиля было обнаружено 9 экземпляров русского осетра и один экземпляр Каспийского лосося. Кроме того, в ходе рейдовых мероприятий был выявлен и другой случай незаконной добычи рыбы. Так, в одном из домовладений Кировского района, городе Махачкала, обнаружено 26 экземпляров русского осетра. Ущерб водным биоресурсам по двум фактам предварительно оценивается в размере 4,5 млн. рублей. Мэрия Махачкалы остановила строительство работы вблизи озера Агель. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. Напомним, ранее в сети появилась информация, что на одном из участков вблизи водоема началась стройка. Уже позднее стало известно, что городские власти никаких разрешительных документов на это не давали. Пожар в одном столичном кафе удалось локализовать. Напомним, в полдень в заведении общепита по проспекту Имама-Шамиля произошло возгорание на площади 300 квадратных метров. Оперативно прибывшим на место спасателям в течение 30 минут удалось потушить огонь и эвакуировать 20 человек. В ликвидации ЧП было задействовано 8 единиц спецтехники. И еще один пожар на сей раз условный. По легенде учений, он возник на Махачкалинском заводе по переработке молока. В результате утечки газа в котельной произошел взрыв. Впрочем, условными были только огонь и дым. Все остальное, как на настоящем пожаре. Здесь много горючих материалов, и этот дым после возгорания может отравить людей. Поэтому в первую очередь эвакуация. Важно убедиться, что в цехах никого не осталось. Действия спасателей отлажены до автоматизма. На весь процесс 30-40 минут. И условный огонь потушен. Небольшие недочеты обсудили уже на финальном построении. В принципе, все цели, задачи, поставленные перед парадоктическим учением достигнуты. Задачи выполнены. Я хочу сказать, что мы всех благодарим за участие. Праздник урожая и изобилия. В Гумбетовском районе прошел фестиваль «Золотая осень». Сотни товаров и продукции, производимых на территории муниципалитета, предлагали на праздники гостям большой ярмарки. В районе в этом году хорошие показатели в агропромышленном комплексе. Поэтому и мероприятия для его жителей особенные. Подробнее по темат Ханапова. В Дагестане в этом году успехи в сельском хозяйстве. Немало в этом заслугам муниципалитета в республике. В частности, хорошие достижения отмечены в Гумбетовском районе. По этому поводу здесь и решили провести фестиваль. На ярмарке было представлено все разнообразие продуктов, производимых в массовом количестве на территории района. Мед, мука, курага, баранина, сыр, яйца, урбеч, а также фрукты и овощи. Гумбетовский район славится, вы знаете, в первую очередь овцеводство, сельское хозяйство, садоводство, овощеводство. В этом году мы собрали, нам удалось собрать с помощью всего населения выше 4 тонны абрикосов и столько же картофеля. Также в рамках фестиваля проходила и выставка крупного и мелкого рогатого скота. Здесь можно было увидеть племенных коров красной степной и сементальской породы, овец андийской белой и дагестанской горной породы. Значимый вклад гумбетовцев в дело развития сельского хозяйства отметил и лично руководитель министерства. Сегодня я хотел бы отметить, что Дагестан хорошо развивается, хорошими темпами области сельскохозяйства. И особый вклад мы видим и гумбетовцев в это дело. Есть племенные хозяйства, есть очень хорошие овцеводы, которые всегда занимают призовые места во всех выставках. Мы это ценим, мы это поддерживаем. Мы, Минсельхоз, всегда для вас открыты, наши двери. Мы всегда готовы принять, сесть, обсудить, найти понимание и найти решение всех тех проблем, которые касаются наших селян. Были отмечены наградами за многолетние труды и вклад в развитие отрасли более 15 хозяйств гумбетовского района. После торжественной части во дворе местной школы был заложен сад памяти дагестанцев погибших в ходе специальной военной операции. Патиман Тханапова, Дауд Гасанов, Новости ННТ, Гумбетовский район. И к новостям спорта. Дагестанский дзюдоист Гамзат Зайербеков стал чемпионом России. Соревнования в эти дни проходят в Екатеринбурге. Махачкалинец был вне конкуренции весовой категории до 60 кг. На пути к финалу воспитанник спортшколы имени Газимагомеда Ахмедова преодолел четырех соперников. А в схватке за золото он встречался с трехкратным чемпионом России Сахаватом Гаджиевым из Свердловской области. Поединок завершился в дополнительное время, когда Зайербеков провел свой коронный прием. Дагестанец выигрывает чемпионат страны во второй раз. Ранее он также был победителем юниорского первенства Европы. Спортсмен тренируется под руководством Хайбулыча Эрова. Турнир в Екатеринбурге продолжится еще два дня. В Махачкале стартовал традиционный турнир по мини-футболу памяти братьев Нурбагандовых. На поле спортшколы «Олимп» вышли около 150 юных участников. Спортивное мероприятие седьмой год проводит городской комитет по спорту, туризму и делам молодежи. Цель турнира – пропаганда патриотизма среди подрастающего поколения и воспитание молодежи на примере подвигов достойных героев. На открытии выступили депутат Госдумы Нурбаганд Нурбагандов, а также представители администрации Махачкалы и Миннация Республики. По итогам игр первое место завоевала команда «Динамо». Отдельными призами были награждены лучшие футболисты в индивидуальных номинациях. В имени кого сегодня проводится и в турнире вы сегодня участвуете, Богомед, я вам прошу сказать, такие же маленькие, как вы, занимались против спорта. Очень сильно любили они футбол. Ребята, они уходили на работу, возвращались они в 6 часов с работы вечером. Вот приезжали на 18 километров от нашего села, в другом селе Бултур, это такое искусственное поле, потому что в нашем своем селе этого поля не было. Они приезжали туда, каждую ночь до 12, до часу ночи в футбол играли. И очень они любили этот футбол. Забирали свою команду, приезжали в совершенно другое село и в футбол играли. И очень хорошо играли. А чтобы стать хорошим футболистом, вот так нужно играть в футбол. Любить надо футбол. Утром надо ставить зарядку делать, вечером нужно зарядку делать. На футбол ходить и заниматься спортом. Здоровье, образ жизни надо везде. Память турнира Горбогандовых это достойный пример для нас, с которым мы должны равняться и играться. Вам, детишки, желаю успехов, чтобы вы хорошо учились, слушали своих тренировок, своих родителей, не теряли свое время зря, реализовывали себя, смотрели на такой достойный пример, с кого надо брать. Пиши вперед. Это были все новости на сегодня. Смотрите нас также в соцсетях. И до следующих встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова